Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар. Хочу представить вашему вниманию такую замечательную игру, как Path of Exile. Переводится как Путь Изгнания. И прежде чем я начну свой рассказ о этой игре, позвольте сделать маленькое отступление. Моя любовь к подобного рода играм, их называют Hack'n'Slash, началась еще с Diablo 1. Помню, было это в далеком 98-м, у друга еще была Сонька 1, и вот мы с ним, вместо того, чтобы ходить в школу, ходили по санктуарию. Потом была Diablo 2 в компьютерных клубах. Да, помню тогда, первый раз я увидел, у меня челюсть отпала, там такая графика. Там, для 2002-го года это эпик. Просто эпик был. Потом были и Сакры, Титан Квесты, Локи, но не было такого вот у меня впечатления, как от Diablo. Когда я впервые услышал про анонс 3, Diablo, не знаю, радости моей не было предела. Очень ждал, очень хотелось мне вот вернуться в те вот там далекие годы, когда я еще был школьником. Вот, вспомнить, так сказать, молодость. Ждал я ее как, не знаю, второго пришествия. Точнее третьего. Но, знаете, поиграл месяца два. Ну, да, красиво, да, сюжет. Да, все вроде, все, все, всего вроде хватает. Ну, не было такого ощущения. Не было. Итак, я случайно узнал, что есть такая игрушка, Passive Exile. Дождался ее в БТ, оно было 21 января 2013 года. И стал играть. И вот, играю до сих пор. Passive Exile мне, вот знаете, мне вернуло те вот ощущения, которые мне дарила первое Diablo, второе Diablo. В принципе, многие говорят, что Passive Exile это и есть третье Diablo. Но, знаете, я в принципе с ними соглашусь. Так, ну давайте перейдем непосредственно к нашей хорошей игре. Сейчас мы выйдем в экран выбора персонажа. Вот, здесь существует... Вот, создать героя. Два уровня сложности. Стандартная и хардкорная. Одна жизнь. Но, хардкорная лига, очень, мне кажется, грамотно сделали разработчики. Скажем, в Diablo 2 было, вот, ты умер, и все, твой персонаж, все, уничтожается персонаж и все, что у тебя было в рюкзаке. В пояс сделали же, мне кажется, очень по-умному. Персонаж не умирает, ну, окончательно не исчезает, а переходит вот в эту вот лигу в стандартную. Также, помимо двух лиг, которые всегда есть, есть такие, так называемые, сезоны. Сезоны, ладеры во второй Diablo были. Сейчас они недоступны, но я думаю, через месяцок какой заработают. Ну, ладеры отличаются тем, сезоны, что в них, ну, какие-то, какие-то определенные фичи, определенные отличия от стандартной лиги. И здесь идут гонки, так называемые, кто быстрее прокачается. Вот там топ, за это призы дают. Короче, очень интересная вещь. В поя существует, давайте вот выберем стандартную лигу, 7 классов. 7 классов, в принципе, они стандартные. Воины, лучницы, ведьмы, там, ассасины, паладин имеется. Но здесь классы имеют весьма, весьма условное значение. Здесь нет такой привязки, что если ты воин, ты вот бегаешь, там, в данном случае, с дубиной. Нет, эту же самую дубину может одеть и прокачать на нее скиллы и ведьма. То есть, грубо говоря, из воина можно сделать ведьму, там, из лучницы, ассасина. Но, конечно, это будет не так эффективно. Не так эффективно, как из воина делать воина, а из ведьмы ведьму. Ну, из магички-магичку. Но, можно поэкспериментировать. Очень такая гибкая система. Также в поя существует 3 уровня сложности. И в каждом из этих уровней сложности по 3 акта. Так сказать, испытания для выносливых, для достойных. И, ну, а призом за это испытание будет то, что после прохождения 3 этих сложностей, игра не заканчивается. Игра не заканчивается. Игра, можно сказать, только начинается. Только набирает свои обороты. Дальше народ бегает, сейчас я вам тоже продемонстрирую, на так называемые карты. Вот, то есть, генерятся тоже карты от самых простых до самых сложных. То есть, грубо говоря, локация. Там свои мобы, свой босс. Вот, и можно сгенерить, как легкую карту с плохим лутом, да? Скажем, сколько здесь? Количество приметов 61%. Это еще куда не шло. Вот, так и сгенерить легкую карту с плохим лутом. Так можно сгенерить сложную карту, практически непроходимую. Но там шанс выпадения шмота будет тоже негативный. Всего в игре 100 левелов. Вот, ну, здесь 100 левелов, это те же самые 99 левелов, которые были в Диабло. Они, ну, не сказать, что недостижимы, но практически. То есть, это нужно сидеть, играть, играть, играть и еще раз играть. 7 на 24. Ну, я говорю, если соло. Если, конечно, это бегать организованной пати, там, все по уму делать, то, в принципе, 100 левелов, 100 левелов люди, вот, когда сезоны, что я рассказывал, начинаются, они буквально апают за 3-4 дня. Просто там такие монстры бегают. Вот, самый смак начинается в игре где-то левела после 70-го. Тогда уже у тебя более-менее самодостаточный билд. Ты более-менее хорошие шмотки можешь одеть, шмотки тоже левел требуют. А теперь перейдем, наверное, к самой такой эпической вещи тоже. В поя это как дерево пассивных талантов. Просто, ребята, вы посмотрите на это. Первый раз я когда увидел, знаете, у меня такая ассоциация была, что это звездное небо. Настоящее звездное небо. Вот тоже здесь 7 классов. Вот, скажем, моя лучница здесь начинает. Вот. И каждый класс начинает в своей стороне. И, следовательно, в каждой стороне, вот, скажем, здесь магичка начинает. Здесь больше таких вот магических штук всяких. Мана, там, энергетические щиты. Вот, я же говорю, у каждого, ну, есть свое уклонение. Из чего ему будет ближе дойти. Такого плана. Отдельное внимание. В пое, ну, блин, это основы, основы игры. Это три кита, это шмотки. То есть, шмотки, ну, они реализованы так же, как были реализованы и в Диабло 2. Ну, скажем, редкие шмотки в пое имеют случайным образом генерирующиеся параметры, ну, характеристики. То есть, ну, число суффиксов и префиксов стабильно всегда. То есть, там, их не может быть больше. А вот количество их и, ну, числовые значения, что они дают, они генерятся случайным образом. И поэтому вот эти вот золотые шмотки, сейчас вам продемонстрирую. Они могут быть как хорошими, там, полным дерьмом, так и эпическими. Просто, которые стоят очень-очень много игровой валюты. Отдельное внимание. Я хочу удивить еще крафту. Сейчас я перейду в так называемое убежище. Вот, тут существует 7 так называемых мастеров. Вот, у меня их 3 представлено. Вот, их всего 7. В убежище можно еще одного пригласить, по-моему, да. Вот, и у каждого мастера есть, как бы, свой станок. Свой верстак. Вот, скажем, вот этот верстак лучницы. И на нем можно к лукам допилить характеристики, как бы. Ну, грубо говоря, ты берешь базу, базовую модель там лука, и допиливаешь нужные тебе параметры. Вот, их очень много. Можете посмотреть. И то же самое, скажем, вот эта вот броня, вот это вот кольца и амулеты. И также, ну, на все остальные шмотки. Вот, в игре, что мне очень нравится, что мне всегда убивало, там, их Диабло, и в подобного рода играх нету золота. Его функцию выполняют так называемые орбы. Это, это такие, ну, сферы, сферы, которые каждый выполняет свою какую-то функцию. Ну, они применяются для крафта вещей. Для крафта, апгрейда, улучшения. Это тоже очень большая тема, крафт. И ее я, наверное, раскрою в другом видео, очень большая тема. И, скажем, вот при помощи этих орбов из обычной, там, белой шмотки, которой у меня нету, скажем, из синей шмотки, можно сделать золотую. Нагенерить в ней нужные вам параметры. И если там звезды сойдутся, то вот из этого никчемного синего молота можно какой-нибудь эпик сделать очень дорогой. Вот. Также эти сферы, они выполняют роль валюты. Ну, что, в принципе, и логично. Золота-то нету. Вот. За них люди, ну, обменивают, совершают, так сказать, обмен. Еще в игре очень интересно выполнены скиллы. То есть это не что-то, что у тебя по умолчанию есть, и это у тебя никто не отымет, как, скажем, в Диабло 3 или там в Диабло 2. Это так называемые камни. Камни навыков. Вот. Моя лучница основывается на билде так называемый вихрь стрел. Вот. Камни делятся на два вида. Это сами скиллы, в данном случае вихрь стрел, и камни саппорты, камни, которые усиливают твой скилл. Ну, давайте я вам продемонстрирую наглядно. Скажем, вихрь стрел. Дамага 3-300. 30. Сам он по себе вот так вот выглядит. Вылетает одна стрела, из нее вылетают три стрелы. Вот. Есть камень, саппорт, который дает дополнительные четыре снаряда. 32 увеличения урона снарядов, но 50% меньше урона снарядов. Вот. Вставляем его. И видим, что вместо одной стрелы у нас вылетает целый град. И точно так же другие, другие саппорты. Скажем, вот этот дает крит 62%, этот урон, этот скорость атаки. И в итоге так вот, добивая, так сказать, навык, ты получаешь не три, а три стрелы. Увеличиваешь урон свой. Скажем, те же самые орбы, тоже так, вкратце, вкратце пройдусь. Шмотка может быть вообще без сокета. Сокеты это вот эти вот отверстия называются. Гнезда, так называемые. Ну, скажем, вот такая вот шмотка может быть. При помощи вот этих сфер, ты рандомное число гнезда на каждый раз дает. То есть, максимум швотки вот такого вот плана, там, в бронике, в двуручном оружии, может быть, шесть. Вот, ну, в принципе, этого добиться, ну, можно, но сложно. Вот, короче, такими сферами генерируешь количество дырок, а такими сферами генерируешь связи. Связи это вот эти вот такие вот переходы, линки на евросервере назывались. Вот, если этого линка нету, то камень, который вставлен тут, не будет работать с камнем, который вставлен здесь. Скажем, вот, вихрь стрел не будет получать этот вот крит. Вот, также тут затачивать можно. Ну, очень-очень большая тема. Я вам расскажу как-нибудь в других видео. Вообще, игра очень глубокая и проработанная, и, в принципе, неудивительно. У ее истоков стояли, ну, фанаты Д2, фанаты Диабло 2. Ну, то есть, ясно, откуда ноги растут. Pass of Exile это, ну, классическая хак-н-слэш-рпгха в мрачном стиле. Достойная встать в ряд с такими монстрами, как, ну, серия Диабло. Всем фанатам, просто, великой Д1 и Д2, ну, просто строго рекомендуется. Достойная, достойная, глубокая игра. Она постоянно допиливается, шлифуется. Ну, просто эпик, просто всем рекомендую. Ну, что ж, с вами был Меридар. До новых встреч!